16, 23 стих. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Все понятно. Речь его наполнена была именем Иисуса Христа. Как только остановился на молитву, у него сразу же вспоминались все плоды его труда. И я вспоминаю вас с благодарностью в молитве. Это нам пример. Спрашивает, а о чем молиться? О всех молиться. И здесь ответ в этом. Начни с самых высших до самых низших. Кто тебе добро сделал? С кем ты встречался? Где сейло не взошло? Где росток первый показался? Как палить его через кого-то? Что-то дать, может быть, книгу, почитать, что? Он пишет об этом во втором послании к Тимофею, первое, глава, третий стих. Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих день и ночь. Значит, молитвы это не просто читать. А то, говорит, я читал по молитву и куда-то умом ушел. Так вот это куда-то ушел, может, как раз молитва-то и есть. Он вспоминает-то не буквы, которые в молитвослове написаны, а о тебе вспоминает во время молитвы. Вот когда вдумаешься об этом, все по-другому начинает выглядеть. В молитве я вспоминаю, как ты пришел юношей, как ты откликнулся, как ты раскрыл свои глаза, смотрел, каждое слово ловил, принял. И потом ты согласился быть обрезанным. Чудо какое, как вот вспомнил все, Тимофея, откуда ты взялся такой? Как ты облегчил мою жизнь, с тобой так легко было мне везде. По одному отпадает, во врагов превращается его верность беспредельная. Он его рукополагает дьяконы. Такие таланты открываются. Я думаю, он не замедлил его рукоположитель священники. Наконец, ставит его епископом. Я непрестанно вспоминаю. То есть в каждой молитве имя этого мальчика Тимоша у него не сходилось языка и смысла. Господи, сохрани его. И мать у него, и бабка. Все вспоминают. Ну, больше никого вообще в Новом Завете нет, что вспоминали мать и бабка. Даже больная теща Петра, верховный апостол, а имени никакого нет. Женщины, которые воскликнули блаженно-чрево носившие тебя, сосы питавшие, тоже имени не оставили. А здесь никакой роли не играет ни бабка, ни мать. Да еще, может быть, их надо было под эпидемию ставить, что за дочкой не смотрели. Мать-то была у него, кто? А вышла за грека. Не усмотрела дочь свою. А почему такая мать его была? Бабка не смотрела. А плот-то получился на весь мир известный. Как у Бога промыслительно все бывает. Когда человек обращается, и Тимоша, может быть, грех бабки и матери все скрыл. Я непрестанно вспоминаю о тебе, утром, вечером, днем, какая бы ни была молитва длинная короткая, Тимофей у меня в голове, только бы не отступил, только бы не отошел. Старая дружба выше новой, как и вино. И кто, говорит, пьет новое вино, то скажет, старое было лучше. Так и дружба. Это очень хорошая отдушина в этом мире. От всех неурядиц. В послании к Филимону 1.4 Павел говорит, всегда вспоминая о тебе в молитвах. Вот тебе Филимон, какой-то помещик, может быть, рабовладелец, потому что у него сбежал Анисим, обокрал. А когда обокрал, было что? Он у него раб был. Вот тебе был рабом, говорит, а теперь стал братом. И вот в молитве опять вспоминает, где он в конце молитвы, в начале. Так, хотелось бы послушать. Но у меня свой опыт, а у него свой. А раз они не дали никаких рамок молитвы, а одно, что всегда благодарите. Дальше вспоминайте, что Бог сделал, о благодеяниях. То есть молитва должна быть наполнена благодарением. Я говорил, что молитва трех ступеней идет. По ней непрерывно поднимается к словословию Христа. Я вспоминаю о тебе. А что он сделал хорошего, Филимон? Принимал странников. Он был заботливый. И апостол Павел говорит, как только у меня тут осла бутузы. Я к тебе приду. Ты приготовь там для меня жилье. Чтобы Павел кому-то заехал. Это не просто так. Спросите сейчас. Ну, большая епархия. Более ста приходов. Спросите. Кто-нибудь получал такое письмо, чтобы епископ место написал. Ты там приготовь мне постель. Простеньки постирай. Я к тебе приеду. Это же священник только может получить, куда он едет. И то, может быть, не получит. Или сейчас, ну, получил я письмо. Патриарх мне пишет. Ты там мне постель приготовь где-то на втором этаже. Вообразить даже невозможно это. А это так просто все выглядело. Я вспоминаю о тебе. О широте твоего сердца. В этой жизни много радости у тебя было, богатый человек. Как ты нищету Христовую избрал? Он не просто вспоминал имя Перимона. А его дела. И Павел всегда ставил в пример, какие были люди у него примерные. Послание к римлянам 1.3. Благодарю Бога моего за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Вот теперь он уже вспоминает о римской церкви господствующей. Ну, у нас как столица Москва. О всех вспоминает. И когда начинает привет и передавать 16 глава целиком из одних приветов. Это раньше так писали письма. Бабушке Аграфионе передайте привет моей крестной. Пол письма на это. И ничего в этом особенного не было. Это любовь проявлялась. Они знакомые, близкие мне. И Павел говорит, Бога благодарю. За нас Бога кто не благодарит или нет? Кто скажет, хорошо, что ты родился, что живешь, что сохранил свою жизнь. Мы не просто должны смотреться своим здоровьем, потому что нам это нужно. А может быть кому-то мы нужны. Вот все-то, когда возьмешь здесь, в памяти-то, как по-другому все выглядит, какими звеньями мы соединяемся друг с другом. Болезнь ближнего отражается во мне. Его нет. Он бы сейчас был, а его нет. Наконец решился человек. Ладно, я не хотел идти, а приду сегодня. Видите, мы все связаны одними узами любви божественной. В 1 Коринфянам 1.4, знаете, в первой главе, в каждой церковь, он напоминает о любви. Непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ради благодати, дарованной вам во Христе Иисусе. Вы обратились в распутный город. Как вы могли так поверить? Это чудо Божие, это Дух Божий подхватил вас из этой клайки, вытащил. Я благодарю Бога в молитвах. За всю Каринскую церковь. Каринская церковь это не одна община. Там, может, их было несколько приходов, как в Барнауле сейчас. Раньше было 18, говорят, церквей. А сегодня около того же. Мы должны помнить, за что Бога благодарить. И кто за нас заблагодарит. Я посмотрел, за что надо благодарить. За детей, телесных и духовных. Сколько радости родителям в детях. Как они мещатся, когда ребенок заболевает. А ведь от тебя-то ничего не зависело, какой он будет. И как Бог чудно так сделал. Мужчина и женщина. Сразу видно, это мужчина. И в одном ребенке, ряда девочка родилась. И мужские какие-то черты остались. И женские. Потому что мы любим свое отображение. Ничто так неприятно человеку, как свое. Может быть, с трудом достигнутое. Второе к Каринтинам 7.4. Я много, многократно вспоминаю о вас и хвалюсь вами. Во втором послании он снова напоминает о величии их веры. Если нужно поставить пример, Павел говорит, я сразу перечисляю. Вы говорите, трудно, невозможно, больные. А вот, пожалуйста, в Каринте вот такая больная, она делает. Что-нибудь опять жертвует. Все вы боитесь, жертвуйте хорошо. Смотрите, в Каринте как делают. И опять я вами хвалюсь везде. Вы, говорит, один раз присылали мне, и два раза присылали на нужду мою. Второе к Каринтинам 8.4. Дайте церквам доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Еще оказывается и должок за ними. Я похвалился вами, а вы, если не такие, вы понимаете, как вы меня оскоромите. Вы будете уж на уровне. Ведь я сказал, какой у вас порядок, все, а приедут, а тут совсем не так. И ясно, чтобы поддержать их в нужной кондиции, Павел всегда вспоминал перед Богом на молитве и полагал нужду свою перед Богом. Второе к Исланникийцам, город Солунь 1.4. Хвалимся вами в церкви Божией. А чем? Терпением вашим. Вот я думаю, Господь нас сохранил благодаря терпению. Мы никуда не сдвинулись, стоим на месте, и что нас пытался пугать епископ, все это недействительно. Он бы все это сделал, а ничего не сделал. И отсюда мы легко заключили, что власти у него нет. Ему не давали полномочия, чтобы нас согнуть сейчас и сдать. И этого нет. Поэтому уговаривать через кого-то, что мы что-то... Да куда же мы пойдем-то? Мы совсем должны быть неразумными, чтобы куда-то пойти. В церкви терпением вашим, дальше верою во всех гонениях и скорбях, переносим их вами. Болеем, как мы. Вы сильно не хвалитесь своими болячками. Ну, маленько заболел, не может. И уже себе льготу даете. То в храм не пойду, то еще. Ты думаешь, завтра легче будет? Завтра ты уже еще на день-день старее будешь. А ты сегодняшний день считай настолько благоприятным, такой возможности никак не будет. Да мы все переможем. Мы сильные. С нами Господь. Никогда не позволяй сама себе давать эти льготы. Считай каждый день последним. Храма больше не будет. Мы не встретимся. Вот так себя разогрей. Я сегодня обязательно пойду. А Бог знает, что будет завтра. Может, я их и не увижу, дорогих братьев и сестер. Может быть, в следующий раз нам вместе уже не помолиться? Видите, 1-й в Санекийцам, 5-18. Павел говорит, за все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Тут очень трудно. Вот то, что с нами делает, благодарите. Потерялся ближний человек, погиб. Благодарите. Но почему? А вот если вспомнить, что Бог дал нам веру и в будущую жизнь. Вот представьте, мы приходим, здание какое-то, а потом после смерти встретимся в раю. И даже сказать, мы привыкли, рай это кому-то. А мы грешные, многогрешные, супергрешные, у православных. Нам рай Бог уготовил. Что не высказать? Ни глаз не виден еще. Это лично для нас Бог приготовился. И мы там встретимся. И кто уже умер раньше, они нас встречать будут. Второе крестное кейсом 2.13. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, что Бог от начала избрал вас ко спасению. Это дело благодати, а не от того, что я умел бы манипулировать сознанием, как один отступник написал о нашей общине. Это благодать. Вы молились. За нас молились. Мы получали благословение от священника. Как вы первый раз услышали, Господь коснулся сердца. А вы смотрите, сколько толка в течении храмов. А вы оказались почему-то здесь. Я постоянно должен благодарить Бога. Я должен благодарить. А вы найдите за то, что у тебя есть. Я вот сижу, гляну. Это невероятно. Что нам Бог дал? Как мы нуждались. Кто знает, как мы на Никите намолились. Я тут живу вдруг. Выйду в этот двор. И никто не приходит. Двери-то, калитка открыта весь день. И никто, ни один человек не заходит. За год один какой-то зашел. И то испугался и вышел. Все ограждено вокруг. Мы должны Бога благодарить за все, что понимаем, не понимаем. Что Бог дал осмотреться вокруг. Ведь на нас задействованы ни один, ни два человека, а тысячи людей, что на нас есть, кто пищу готовил. Как просто пошел и купил. А ты выросил хоть один пуд зерна. Ты знаешь, как это все дается? Ты посмотри на этих людей. Сколько они пыли сглотают там, как его обрабатывают, как мелят. Мы все это берем проще. Да, я тоже работаю за свои деньги. Правильно. Ты тоже кому-то в помощь. И поэтому в молитве мы должны хотя бы немножко подумать, Господи, какова Твоя благодать. Даже вот чтобы Библию-то считать. Ведь сколько же людей это прошло. Кто-то должен был ее принести, накопить знания. Он учился в школе, переводчик и не думал, куда Бог применит знания. А зачем ему знания такие были? И наконец переводит. Кто-то изобретал бумагу. Смотрите, в какие дали мы туда уходим. Мы за все, за все должны Бога благодарить. А не просто подошел, взял, сел, пошел, меня это не касается. А ты бы и не взял ложку-то, никто бы не изобрел. Да мы же сами-то ни одной ложки не сделали. Бог. Всюду и везде его великая о нас забота. Вот почему Павел Тимофею 2.1 пишет так. Прошу совершать молитвы за всех человеков. Слово за всех означает, конечно, и живых, и мертвых, которые жили и которые будут жить. Чтобы после нас Господь, посеянный нами семяк, вложил в добрые сердца. Чтобы Он приготовил сердца людей, которые встретятся с нами. Которые сегодня в больнице находятся. Чтобы Бог все расположил, и сердца людей, и врачей. Все сделал, как должно. А как, мы даже и не знаем, что полезнее. Иногда нам полезнее быть в холоде, в жажде, в наготе. Бог испытывал Израиля, мял и давил его. Но великое ли дело, пришли и не поверили. Они одумались через полчаса, может быть. Пойдем завоюем. А сколько дней ходили заглядатые. Страна-то большая была, пешком ходили. Надо было прятаться, чтобы никто не видел. Они 40 дней обходили, как Алтайский край. Через 40 дней вернулись назад. И с 12 и 10 стали говорить, нам это не взять. Там такие люди, там такие танки, такие самолеты. А у нас еще нету. И Господь повел их. Год за день, год за день. 40 лет водил их по пустыне. И 40 лет Бог миловал. И 40 лет Бог еще давал им. Сколько милости. Он бы мог в один день их всех истребить. За все благодарите. И что там нашлось, которая спрятала вас. И как вы оттуда вышли. И все эти чудеса, которые Бог явил. Через кого? Потому что в памяти народа остаются только руководители. Ну Моисея, Аарон, а дальше? На этой Библии не было написано. Что бы мы узнали? Мы говорим, Суворов совершил переход через Альпы. Один что ли старик шел? Да нет, у него была армия 50 тысяч. А как имена командиров? Ни одного нету. А про солдат даже не поминай. Что там у моста, сколько их погибло. Да и в эту войну просто знают, что 570 тысяч погибло под Биржином. Так это каждая душа. А что было дальше, мы не знаем. За все благодарите. За понимаемое и непонимаемое. За открытое, за тайну. За то, что Бог дал мне сегодня быть здоровым. А может завтра буду больной. Здоровье-то очень легко славить. А когда и язык не будет шевелиться. Каково было Максиму Исповеднику, это если их вытащили и отрезали под самый корень. Руку правую. Какой писал рукой? Правой. Отрубили руку. И он без языка стал славить так, как и с языком не славят. За все благодарите. Вот почему Павел говорит. Непрестанно я благодарю за вас, Бога. Когда мы встретимся вечности с Павлом, а мы обязательно его увидим. И Павел поблагодарить Бога за нас. Что мы верили его посланиям. Что мы так высоко ставили его труды. Что святые отцы канонизировали. Его письма занесли в канон Библии. Вспоминая о нас в молитвах. А Павел о нас вспоминает или нет? Мы-то когда молимся Павлу, мы верим, что... Я молюсь каждый день ему, первоверховный апостол, Петр и Павел. Молите Бога о нас. Мы вспоминаем, нуждаясь его помощи. Согласно нашей православной вере, наши молитвы доходят до святых. И он молится к Богу и говорит, Господи, по смирению, которое он показывает. Дай ему разуметь мои послания. Ведь послания, понимаете, очень непросто. Когда один проситель, обижаемый правителем, приходил к Иоанну Златоусту и ждет, ему прокол, секретарь был. Он говорит, подожди, он выходит без десяти на службу, тут маленько поговоришь. Посмотрит, а к нему уже кто-то прошел. А когда прошел, не знаю, я, говорит, не заметил, но не выходит, стоит. На другой день тот сидит со своим посланием, посмотрел опять, да как он мог пройти-то. И на третий день он тогда уже зашел к Златоусту и говорит, а кто у тебя сейчас был? Он говорит, никого не было. Да как не было, стоял сзади вчера, тебя три дня уже человек там в приемной ждет. А какой человек? Он голову повернул, смотрит на иконе апостол Павел. Вот такой вот. Златоуст этого было достаточно, что душа Павла склонилась над его плечем. Что душа Павла помогает ему понимать Писание. У него много было замыслов, можно в командировку поехать, Златоусту все отставил, понял, нужно немедленно успевать, пока Павел здесь. И он еще усилил молитву. Дорогой Павел, разъясни вот это место, такое трудное, не могу понять. Но не хватает, у него ума не хватает. Он сзади над плечом склонялся и на ухо ему что-то говорил. Когда мы молимся, просим Господа. От нас ведь многое сокрытое. Быть может в это время на нас рядом Матерь Божия смотрит. И вы молитву должны благодарить. Рядом ангел-хранитель, это непременно сейчас вот здесь, в этой комнате, стоят наши ангелы. Мы за все должны благодарить Бога. За то, что Бог даровал веру, сохранил по сей час. И чтобы помог достичь нам желаемой пристани Царства Небесного. Аминь. Аминь.